Лёш, я тебя поздравляю от всей души, потому что давно мы ждали, чтобы была медаль на чемпионате мира, потому что как-то привыкли, что чемпионат Европы лучше, как уже стали говорить, что это твои соревнования. И тут все-таки добрался, чтобы ты здесь стал, насколько сегодня тяжело все было. На удивление сегодня я очень раскопочен был, чувствовался великолепно. Я очень рад, что нашли оптимальный метод подготовки меня к чемпионату мира. Мы долго в сезонах искали, как это лучше сделать, и наконец-то совместными усилиями с Кристианом Бауэром мы все-таки нашли, как оптимальную форму меня вывести на этот турнир. То есть я как бы опять же не беру бой за двойку с Губангилом. В целом просто весь сезон получился, концовка сезона получилась просто великолепная, потому что начинал очень сложно, но все, кто уступит в экзамене выступления, понимают, что в принципе в рейтинге было очень низко, и с предварительно на туром начинал. Но потом я очень рад, что в принципе нашли силы и опять же подготовку оптимальную для меня, и в общем-то 5 турниров в призах, это тотал этого сезона, 5 подряд, и я очень счастлив. Скажи, пожалуйста, как тебе удалось сохранять такую хорошую форму от чемпионата Европы до чемпионата мира? Времени было совсем мало, а выпуск был тоже эмоциональный, достаточно привычный на Европе, ведь правда? Да, и в принципе мы опять же, касаясь нашей подготовки, которую мы поменяли немножко, в общем, сказать честно, просто 4 дня до чемпионата мира я был дома, я не тренировался совершенно никак, и я немножко соскучился даже по фехтованию, поэтому это, наверное, такой вот один из выходов из этой ситуации. Просто я был свободен, абсолютно провел время с самими близкими, родными, и приехал сюда не как на чемпионат мира, а как на этап, я приехал за день до турнира, как это обычно происходит на этапах, поэтому... Ну, мне кажется, знаешь, приемли за долгие годы, как-то ты очень спокойно действительно сегодня выглядел, то есть да, это действительно так, это не только внешнее впечатление? Ну, нет, очень спокойно выглядело, я стал великолепно, я абсолютно не думал, я ничего не теряю абсолютно, но я, в принципе, доволен, уже был сезоном до чемпионата мира, и основные цели, задачи, конечно, на этот сезон не ложатся, но мне очень хотелось свое место в мировой рейтинге сохранить на более высоких позициях. Я рад, опять же, Европе, ну, а сегодня, когда я говорю пятый подиум подряд, я вообще счастлив. Я очень рад за Колю, он действительно достоин первого места, у него тоже очень сложно все складывалось, и я очень рад, что мы таких-то два мученика, которые сегодня наставили на предыдущем. Я тебя поздравляю, спасибо, Леша, спасибо. Коль, я тебя поздравляю, вообще это такое достаточно серьезное вехо в карьере, да, и было видно, что, в общем-то, так ты тоже эмоционально воспринял все это, как сегодня фехтовалось тебе? Сегодня мне фехтовалось очень легко, на самом деле, потому что я от себя много не ожидал и решил к этому чемпионеру подойтись в таком состоянии, как получится, так получится, то есть, ну, естественно, без каких-то таких спадов, провалов, то есть у меня была там своей определенной задачей, я ставил поступательные, от удара к удару, то есть, и без каких-то определенных установок, на самом деле. Ну, какие-то сегодня трудности все-таки испытывал? Да, конечно, и за вход в восьмерку с корейцами, и с олимпийским чемпионом Альдамонтана за вход в финал, то есть совершенно разные соперники, и проходилось вот именно вот, перестраиваться по ходу боя, с Альдамонтана очень сложный бой был, потому что он постоянно меняется, очень интересный соперник, если ему при этом эффектовать вообще. Послушай, но он уже такой достаточно возрастной, весь травмированный, и все равно неужели до сих пор представляет собой силу серьезную? Тут мастерство, он тут такие навыки обладает, которые потерять нельзя, это как уже заложено в спинном мозге, то есть он очень недумающий, очень, как бы сказать, очень подвижный, физический, очень сильный, на самом деле, и, ну, я считаю, что разлучиться эффектовать нельзя даже, если это уже возраст какой-то. То есть возраст не играет значения, да? Нет, никакого значения, потому что у нас тут спорт не физический, а скорее интеллектуальный, и кто относится к эффектуне как к игре, то и побеждает, скорее. Скажи, пожалуйста, ну не могу, конечно, спросить по поводу твоей травмы, много наслышали, беспокоило она тебя в каком общественном состоянии? Сейчас, но... Судя по всему, все хорошо, или это обманное? Нет, ну, на самом деле, я проходил этот курс реабилитации, но сбор банапи-боллы там лечили, по ходу дела, то есть на меня сильно начальство не давило, что я должен там кровь из носа показывать результаты и бегать, то есть я спокойненько ремонтировал свою ногу и готовился уже непосредственно к чему-то меру. Скажи, пожалуйста, а вот тебе не показалось, что такой вот момент, может быть, какой-то суперкомпенсация здесь на чемпионате мира произошла, потому что, может быть, ты не совсем готов физически, да? Вот ты очень хорошо как-то чувствовал сегодня все. Психологически очень сильно отпускает, когда у тебя какая-то травма есть, и ты подсознательно уже расслабляешься. Поэтому даже, по-моему, есть диссертация немеряная, что у тебя травма, ты меняешь свою скорость и совершенно по-другому уже фактуриешь. Ну, наверное, все-таки это нельзя делать с рецептом, да, при больших победах. Нет, не получится, конечно. Специально тебе ноги ломают для результата. Спасибо, я тебя поздравляю. Скажи, пожалуйста, хватит ли сил? Ну, естественно, хватит на командное соревнование, как настраиваться. Все, посмотрим. Да, я думаю, хватит, а почему нет? Ну да, если все сегодня было достаточно легко. Ладно, спасибо, поздравляю еще раз.